Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свою программу. Сегодня четверг, 11 часов утра в городе Чикаго, на западном побережье Лос-Анджелес-Сан-Франциско 9 часов утра, на восточном побережье Нью-Йорк-Вашингтон 12 часов дня, по московскому времени сейчас 7 часов вечера, и как всегда по четвергам мы ведем программу автором и ведущей, которая является Анастасия Хручинская, и программа называется «Женская гостиная». Настя представит сейчас своего гостя, Девушки, доброе вам утро и вечер! Пожалуйста! Здравствуйте, Миша! Спасибо огромное! Я вас приветствую, дорогие друзья! И сегодня с вами Анастасия Хручинская из Сан-Франциско, и мы сегодня поговорим об очень интересной и глубокой теме, не знаю, насколько нам, конечно, хватит времени, о сакральной геометрии. Те, кто слушал нашу программу в прошлый четверг, мы немножко касались этой темы, когда у нас была передача про арт-терапию, и, собственно, неизменной такой, очень мощной частью арт-терапии как раз является сакральная геометрия. И сегодня у меня в гостях очень замечательная, потрясающая гостья из Риги. Она с нами выходит в эфир, вот наша география всё расширяется, расширяется, чем меня очень невероятно радует, потому что, конечно, возможности радио безграничны, особенно возможности радиоинтернет. И сегодня в гостях у меня Наталья Звигельская. Наташа, здравствуйте, добрый вечер! Здравствуйте! Да, и я пару слов буквально скажу, чем вы занимаетесь. Вот, Наталья Звигельская, ведический астролог, преподаватель астрологии, ведущая курсов по астрологии, сакральной геометрии и рисованию яндр. Она организует поездки по Индии и другим духовным и мистическим местам нашей планеты. И я с Натальей познакомилась этим летом, виртуально, как раз, когда она проводила класс по сакральной геометрии, по рисованию яндр, когда мы были на ретрите на Аркаиме. И с тех пор меня не оставляло мысль пригласить Наталью в нашу программу. Вот так вот всё сложилось между ретритами двумя. Наталья нам выделила время. Настоя бесконечно благодарна. Вы же недавно совсем из Индии вернулись. Мы вернулись вообще последний раз в мае были. И вот сейчас через две недели, 11 числа, уезжаем снова. Потом в марте у нас там ретритная программа. Ну вот и так далее. Ну да. В общем, в плотном графике вы для нас нашли час времени. Опять же, за что мои глубокие благодарности. И, Наташа, я хотела узнать вообще, как у вас начался путь, как в астрологию, в ведическую культуру. Потому что у каждого свой путь, и это всегда очень интересно. Я знаю, что вы уже очень давно этим занимаетесь, на самом деле. Да. Ну вы знаете, я хочу сказать в свою очередь большое спасибо, что вы меня пригласили. Очень неожиданное было приглашение. Потому что как-то я вот не очень, как сказать, работаю на просторах интернета. То есть у меня в основном группы в реалии. Вот сейчас четыре группы в обучении астрологические. Замечательные вообще группы. Очень интересное у нас обучение такое. Даже, как сказать, я, в общем-то, ушла от формата лекций, скорее, как коллоквиумы, где все участвуют и вот могут пропустить энергию своих планет через себя, через свои показания в картах, как-то почувствовать реально, как это отражается на их судьбе, на их восприятии реальности и так далее. И вот все делятся своим опытом, очень открыто. И получается очень-таки замечательные занятия. И, да, действительно, вот этими знаниями я начала заниматься очень давно. Тут, может быть, я не хочу пугать людей, как сказать, цифрами, да. Но действительно давно, потому что в какой-то мере Рига оказалась удивительным местом, куда эти знания пришли действительно больше 20 лет назад. И они нам были доступны достаточно на хорошем, таком высоком уровне. И сейчас Рига, в общем-то, это место такое, где редко кого можно удивить наличием таких знаний. То есть они очень сильно распространены. Здесь люди, как сказать, ну, как говорится, в теме. Очень большое количество людей. И, конечно, моим основным направлением за все эти годы, вот изучение вначале, я изучала разные направления. И главным направлением стала ведическая астрология. Это стало моей, как сказать, любовью, это стало главным делом жизни. И вот удивительный момент наступил после того, как я стала погружаться внутрь этих знаний. То есть они стали открываться в совершенно неожиданном контексте. То есть стала открываться, можно сказать, вообще вся картина мироустройства. Я даже не ожидала, что это будет как-то сакральная геометрия. Я не знала никогда о ее существовании. Просто если мы рассуждаем в терминах физической астрологии, то планеты, грахи, они описывают состояние пространства и времени в каждый определенный момент, в каждой точке. То есть у нас есть определенные ритмы, по которым движутся планеты, они закладывают эти ритмы, они меняют характеристики и так далее. То есть астрологи это понимают, и они пытаются считать качество этого времени в каждый определенный момент. Это может быть там уже или прашная, или натальная карта, но неважно. То есть в каждый определенный момент, каждая точка обладает определенными характеристиками. Мне это было уже понятно с точки зрения физической астрологии, что наше время все время меняет свои качества. Но у нас кроме времени есть еще и пространство. И, в общем-то, надо сказать, каким-то путем, наверное, каких-то логических, нехитрых размышлений я пришла к тому, что это пространство тоже должно быть как-то организовано. Но если мы видим уже в мире, что, собственно говоря, нет хаоса, есть гармония, есть очень четкий порядок, очень четкая закономерность во всем, то она должна быть и в пространстве. И когда я задумалась над этими вопросами, то есть наблюдение за пространством, мне как-то вот открылось, что что-то должно быть. Как-то какие-то законы за этим должны стоять. И неожиданно для себя как-то вот я даже набрала эту тему, сакральная геометрия в интернете, и оказалось, что, в общем-то, я не одинока, что огромное количество людей уже до этого думали гораздо раньше, чем я. И вот даже к вопросу, откуда к нам пришла сакральная геометрия, я даже как-то сказать, ну нельзя так сказать, да, откуда к нам пришла физика. Это, на мой взгляд, способ, ну способ постижения видимой реальности, да, которая, собственно говоря, отражена в геометрических формах. Эти геометрические формы вступают в собой взаимодействие, формируя, в общем-то, весь видимый мир. И оказалось, что, ну вот, умные люди, они уже, видимо, наблюдали эти законы, и какие-то принципы устройства, пространства свели, ну, в некий, можно сказать, такой блок, который назвали сакральной геометрией. То есть вот это вот было таким путем, который меня туда привел. И надо сказать, что я считаю это знание вообще уникальным, оно такое же огромное, как физическая астрология. То есть это другой, просто некий другой способ познания мира, познания Вселенной. Но надо сказать, что он бесконечный. И он бесконечный в своей красоте, в своей гармонии. И, ну, как сказать, может встать, в принципе, вопрос. Я когда делала первый семинар, и семинар про сакральную геометрию, мне было, знаете, немножко странно. Неужели люди придут на то, что называется геометрия? Потому что, исходя, вот, помнишь, школы, но все, наконец-то, счастливы, что они эту школу закончили, геометрию забыли, благополучно и так далее. И я была удивлена, что действительно у людей очень большой интерес был к этой теме. И люди готовы были как-то воспринимать информацию именно в этом ключе. Это можно назвать визуальный ключ. И очень важная причина, почему я люблю, очень люблю сакральную геометрию, это то, что она, ну, как бы, вне конфессионально. То, что сейчас очень часто происходит, то есть люди придерживаются каких-то конфессий, то есть, ну, вообще научный подход, последние столетия, можно сказать, он шел таким путем, что люди все делили, разделяли, то есть наука все больше дробится, духовные учения также дробятся, да, и они, в общем-то, часто находятся в некотором таком конфликтном взаимодействии друг с другом, да. Так вот, сакральная геометрия – это вне конфессиональной, это универсальный способ познания мира, познания бытия. И, на мой взгляд, он дает удивительный ключ, то есть нам известно, что знания, когда-то все, которые мы получили, они были получены мудрецами, которых зовут Риши, и Риши потом эти знания записали уже в виде там трактатов, текстов, которые вот до нас дошли, и мы их изучаем, да. Но Риши обладали способностью непосредственного видения, то есть они жили в гармонии, и вот эти законы гармонии, они просто существовали в них, и они их видели, знали, понимали, и потом отражали в текстах. Так вот, сакральная геометрия – это способ видения вот этих гармоничных законов, внутри которых мы живем. И я поэтому считаю, что этот вот взгляд на мир, он уникален в тем, что вы можете при этом следовать любой духовной традиции, любым духовным путем. Но когда вы видите, что вот это пространство, в котором вы живете, родились изо дня в день, оно организовано настолько гармонично, настолько красиво, с такой большой любовью, что это дает вам понимание вот той идеи, что мы находимся как бы в пространстве, внутри того пространства, которое создано Богом, и мы можем взаимодействовать с ним непосредственно. Каждый день, каждую минуту, каждое мгновение, потому что мы начинаем видеть вот этот мир совершенно с другой точки зрения. Ну, на самом деле, в каждой конфессии, да, есть понятие о сакральной геометрии. Если мы посмотрим, будем изучать искусство или мифологию древнего Египта, той же самой тантры, и еврейские конфессиональные течения, христианство, в любом есть, в любом конфессиональном течении есть сакральная геометрия. И все, что мы видим, любой храм, да, в любой конфессии всегда построен по определенным законам, и это уже, ну, насколько я понимаю, я не специалист, я просто свои пять копеек ставлю, как я делаю. Вот. И мы видим как раз, то есть даже вот православный храм, условно говоря, что когда мы в Россию приезжаем, то есть он построен по определенным правилам, почему-то, да, и я понимаю, что, как мы можем понять, это уже, в общем-то, признаки сакральной геометрии. Конечно. То самое божественное знание, да, которое нам приходит извне, которое приходит на интуитивном уровне, я не знаю, через какие-то медитативные практики, да, и вот мы получаем такое удивительное, удивительные вещи. Вы знаете, Анастасия, вы буквально опередили меня в том плане, что я об этом и хотела рассказать, да, потому что таким уникальным образом оказывается действительно, что все эти знания есть в нашем сознании, да, и вот, как вы правильно сказали, интуитивным образом очень много людей это понимают, чувствуют, и, ну, если уже перейти, вот, ну, непосредственно к терминам сакральной геометрии, да, вот как раз мне хотелось бы об этом сказать, что давайте начнем с самого термина, например, что такое сакральное, да, сакральное – это от английского sacral или латинского sacrum, это в самом широком смысле божественное, религиозное, внематериальное, то есть это что-то иррациональное, принадлежащее, можно сказать, небесному, мистическому, потустороннему, духовному, ну, в общем, любым способом, кому как ближе это можно определить, да, и, конечно, сакральным, поэтому может быть не только геометрия, сакральный – это очень широкий термин, да, и вот как раз-таки мне хотелось сказать об храмах, да, в том контексте, что это место, где мы можем видеть наибольший, яркий представлен вот сакральный символизм, да, во-первых, надо сказать, что практически все храмы, независимо от конфессии, они построены обязательно с учетом принципов сакральной геометрии, да, то есть это определенные пропорции, это пропорции, в которых, попадая в которые, человек уже начинает чувствовать себя определенным образом, да, то есть еще изначально, например, если мы говорим о всем известной картине Леонардо да Винчи, «Витрувианский человек», да, она была на самом деле, почему он «Витрувианский»? был такой архитектор Витруви, который написал семь томов по архитектуре, и его очень беспокоил вопрос, как бы у него был один из основных вопросов, чему посвящены вообще семь этих томов, как человека грамотно вписать в пространство, чтобы пространство, которое формируется, которое строится, чтобы человек там хорошо себя чувствовал, и он заказал вот разным художникам, единственный художник, который выполнил это вот так гениально, это был Леонардо да Винчи, что он вписал человека и в круг, и в квадрат, да, на самом деле там очень глубочайший уникальный смысл, мы дальше можем вот расшифровывать, исходя из круга, из квадрата, да, но тем не менее, вот пространство, геометрическое пространство, оно очень важно, то есть создается храм, пространство, да, можно сказать, что это уже сакральная постройка, дальше смотрите, что там происходит, то есть обычно в храмах есть какие-то сакральные изображения, да, это могут быть или иконографические изображения, как в христианских храмах, это могут быть мурти, мурти это как, как сказать, ну, фигуры, фигурки, да, фигурки, как в индуистике, как статуэтке, да, вот в индуистских храмах могут быть мурти, божествен, там ш evaluation, И так далее, это Мурцы называется. И могут быть такие геометрические, архетипические изображения, которые известны как янтры или какая-то изображение духовным своя символика. То есть самый известный символ христианства – это крест. В египетской традиции – это ангх и так далее, так далее. В египетской традиции, наверное, это знаком. То есть везде есть действительно каждое направление. Чуть-чуть попозже я тоже хочу, очень люблю эту тему, расшифровать ее. Каждое направление используют именно какие-то геометрические символы, для того, чтобы они были узнаваемы. Эти символы в каждой традиции являются, можно сказать, сакральными. Дальше, посмотрите, мы приходим в это пространство. Там какие-то изображения сакральные, потом обязательно там какая-то музыка. Ее можно тоже назвать сакральной музыкой. Это или мантры, или, допустим, христианские песнопения, которые тоже построены каким-то определенным образом на основе абертонов. И это не просто музыка, это другой тип совершенно музыки. Там идет какое-то действие, или брамин, или священник проводит какой-то ритуал, используя, как правило, там что-то льется, что-то поджигается, что-то какие-то у него есть вещи сакральные, которыми он там делает вот эти вот перестануты. Это место, где максимально собраны и аудиальные, и визуальные сакральные символы, и само пространство, и что там происходит с людьми. То есть, когда человек попадает, для чего это вообще все делается? Для того, чтобы ввести человека в так называемое другое состояние сознания, то есть вне бытовое. В бытовом состоянии сознания мы делаем вот свои обычные дела, и, ну, находимся, так сказать, ну, в такой, сознание связано с логикой больше, да. А вот эти места, наполненные вот этими такими сакральными символами разной природы, они помогают человеку войти в другое, ну, скажем так, измененное состояние сознания. И у людей что может быть? Очищение, у них текут слезы, они испытывают другие возвышенные состояния сознания. Кто-то может быть видит ангелов, кто-то дэвов, да, кто-то испытывает возвышенные чувства творчества, любви и так далее, и так далее. Да, то есть это вот в целом то, как на нас может действовать вообще вот комплекс таких сакральных вещей, которые сведены воедино, вот в каком-то едином месте. И вот замечательно как раз вот буквально вот вы у меня, что называется, с языка сняли вот эту идею, которую я хотела вот о храмах рассказать. Еще в нашем ключе, таком вот именно сакральной геометрии как таковой, мне хочется сказать о том, что люди, которые вот наблюдали уже за организацией пространства, собрали воедино, ну, достаточное количество уже принципов, которых вот можно отнести к сакральной геометрии. И надо сказать, что в целом, в целом все эти принципы говорят о том, что мы можем сказать, что творение непосредственно выражается через гармонию. Все эти принципы дают нам возможность увидеть, насколько гармонично создано то пространство, в котором мы находимся. Это тоже, я считаю, очень важный аспект понимания сакральной геометрии, потому что люди часто, глядя вокруг себя, в наше время могут видеть очень много негатива, войн, злости, несправедливости и так далее, и так далее. И можно часто слышать вопрос, ну, а где же Бог, где же присутствие Бога? И вот сакральная геометрия – это тот способ, который дает нам видеть действительно присутствие Бога, что мы живем в Его пространстве, что оно создано с большой любовью. И очень интересно, что вот один из основных принципов сделан таким образом, что я бы сказала, что, ну, можно сказать, высшие силы, универсум, Бог, там, как каждый человек это называет для себя, как он понимает, что они создали это таким образом. Мне вот так кажется, что как будто Бог хотел, чтобы мы это видели. И я сейчас объясню, почему. Визуальный образ такой, да, то есть божественный визуальный образ, как у нас сейчас вот эти техники визуализации, они чрезвычайно популярны, да. То есть на самом деле, Бог, он как раз это стремился нам донести. Вы знаете, здесь такая история, что даже не надо визуализировать, надо просто посмотреть. Я вот сейчас объясню вам самый-самый такой вот принцип. Его тоже, я скажу, практически все знают, но, может быть, люди не смотрели на него в таком ключе, как и я вот до определенного момента тоже не смотрела на него в таком ключе, да. Я бы даже сказала, что Бог, он эстет, да. То есть мир создан с определенной эстетикой, с определенным вкусом, да. И, допустим, ну, самые простые вещи там, я начну с самых простых, там, например, фрактальность, да, то есть что у нас все делится как бы вот, ну, как по подобию, да, мы можем все деревья, кусты, это принципы фрактальности, да, допустим, там кораллы, листья, что еще, снежинки, узоры, которым зима вот рисует эти картины, это все принципы фрактальности. Даже, допустим, человек, мама, папа, да, вот так рисуем, мама, папа тоже, бабушки, дедушки, это пошли фракталы. Вот как легче представить, да, этот принцип есть везде. Есть так называемые тела Платона, шесть основных тел Платона, из которых созданы вообще все формы во Вселенной, которые только могут быть, да, и вот Вселенная с ними играет, представляет эти формы, собирая разным образом и творя, как сказать, материальный мир. Но самое интересное, да, что вот мне хочется здесь греков вспомнить, что греки очень глубоко изучали вообще Вселенную и тот же Пифагор, музыка сферы, это, кстати, Пифагор ввел это понятие, музыка сферы, они слушали, они изучали математику, геометрию и параллельно музыку, да, то есть уравновешивая как бы логическое и образное восприятие, да, то есть позанимались музыкой, пошли думать о математике, о логике, позанимались логикой, пошли слушать, как звучит универсум, да, как звучат сферы. И надо сказать, что греки, вот познавая именно геометрическую основу красоты, и создали такую науку, как эстетика, вот то, что мы сейчас называем эстетикой, это как раз пришло оттуда, от их вот анализа, как раз таки геометрических соответствий. И надо сказать, что они пришли к такой идее, что мир создан очень гармонично и очень красиво, независимо от того, понимаем мы это или нет. Так вот, с помощью сакральной геометрии я хочу, как сказать, и рассказать людям, что у них есть прямой способ понять это и видеть, что они живут в прекрасном гармоническом мире, и тогда то, что называется присутствие Бога, им будет очевидно, да, то есть они тогда начнут его видеть везде, начиная от ракушки, заканчивая, поднимая голову, заканчивая вот этими спиралями, как разворачиваются вселенные, да. Этот принцип открыл, вот самый основной принцип, когда говорят о сакральной геометрии, который хочется первым упомянуть, потому что он связан с красотой, это был такой ученый, Леонардо Фибоначчи, нет, да, Пизанский, Леонардо Пизанский, Фибоначчи, он изобрел такую числовую последовательность, не изобрел, вернее, неправильно я сказала, открыл, да, то есть никто ничего не изобретал, Ньютон не изобрел закон тяготения, да, то есть он его открыл, да, яблоко как падает, как в Англии, то есть это не английский закон, да, что яблоко падает только в Англии, там, в России, например, не падает, да, то есть он открыл этот закон, вот, и также Леонардо Пизанский открыл такую числовую последовательность, знает, ну, ее, наверное, вот, ну, так или иначе... Человек, я думаю, который высшее образование получал в Советском Союзе, должен, по крайней мере, хотя бы слышать, да, слышать, что такое последовательность Фибоначчи, Фибоначчи, а я имела счастье или несчастье иметь техническое образование, поэтому мне более это знакомо. Ну, вы знаете, мне кажется, что вы даже вообще лучше посвящены в эту тему, потому что я, к сожалению, не имела техническое образование, и просто мне вот как-то интуитивно приходится все это постигать, что называется, да, ну, тогда, может быть, если вот вы мне и сможете помочь, что вот это вот числовая последовательность Фибоначчи, которая единица, двойка, тройка, пятерка, восьмерка, две последние цифры, да, когда мы берем их и складываем прямоугольник, потом вписываем, ну, более мелкие прямоугольники, мы получаем спираль. Мы получаем спираль Фибоначчи. И вот очень интересно, эта спираль Фибоначчи, во-первых, как спираль, она как некий принцип роста, принцип раскручивания вообще, ну, всего, не знаю, энергии там. По этому принципу растут моллюски, по этому принципу расцветают цветы. То есть как, вот где мы можем видеть образы сакральной геометрии? Да, возьмите розу. Ее лепестки открываются, там везде спираль Фибоначчи. Да, ее, возьмите маргаритку, возьмите подсолнух. Я считаю, самый яркий пример этих спиралей, каким образом там находятся вот эти семечки. Возьмите соцветие цветной капусты, да, и теперь, когда я что-то готовлю, беря цветную капусту, я все время про это вспоминаю, понимаете? Я вспоминаю, что вот это тот принцип, который Бог заложил, как сказать, во все спирали, во все системы, которые вот таким образом на спирали видно развиваются, да. И если мы поднимем голову, мы увидим млечный путь, который раскручивается точно так же по этой спирали, да. То есть мы, нам не надо визуализировать, нам надо просто посмотреть, да. И практически все, практически все цветы, наверное, да. И если понаблюдать за природой... Я думаю, в Америке здесь удивительно есть такие растения, суккуленты, да, которые просто сами из себя представляют. А тут стоит тоже суккулент. Да, ну, немножко другие, вот особенно когда ты в пустыню приезжаешь, там бывают вот эти вот растения, которые как раз вот раскрываются, как бы одно из другого из другого, и вот выстраиваются именно как раз, как последовательность Фибоначчи, да, это очень красиво, безусловно. Это очень красиво. И вот смотрите, очень интересно, что вы вот здесь сказали ключевое слово, очень красиво. Так посмотрите, что сделал Бог, да. Он, вот это понятие красоты, то, что мы воспринимаем красиво, он сначала... Значит, если вы знаете, что это последовательность Фибоначчи, два числа деленные друг на друга, они дают нам золотую пропорцию, да, один, запятая шесть, да, то, что уже, ну, говорят, что это Леонардо да Винчи ввел этот термин золотая пропорция, который дальше знают все художники, все фотографы, его знают архитекторы и так далее. Те люди, которые не знают этот принцип, тем не менее, они его все равно знают, да, то есть каким образом? То, что создав спираль Фибоначчи, создав... Ну, вернее, Фибоначчи, просто ее так назвали уже по имени Фибоначчи, да, создав то, что мы получаем вот эту золотую пропорцию и используя ее в архитектуре, в общем, ну, в любых визуальных символах, в символах мы воспринимаем это как красиво. Вот вы в этом плане сказали, опять-таки, опережая меня, ключевое вот это слово. И я считаю, понимаете, именно поэтому Бог и хотел, чтобы мы... У нас был файл, который позволит нам считать вот эту красоту, которую сотворил, да. Если кто-то занимается вот творчеством, изобразительным искусством, знает, например, такую вещь, что, как сказать, рука гениальных художников, известных художников, узнаваемо, да, то есть мы с вами можем узнать, допустим, картину Ренуара по его почерку, там, или какого-то другого автора, да, то есть есть определенный почерк. Я для себя это тоже называю как некий почерк Бога. Вот у Бога был почерк, он его нарисовал, и когда мы... То есть он нарисовал вот мир, он нарисовал вселенную, здесь явно виден этот почерк. И что он еще сделал? Он нам внутрь заложил вот этот файл, чтобы мы это увидели, чтобы мы это считали. Почему? Потому что... Вот есть такая фраза, да, на вкус и цвет товарищей нет. Это все понятно. У каждого свой вкус, и, как говорится, кому что нравится, кому гусар, кому красавица, да, о вкусах не спорят и так далее. Это все понятно. Но если мы делаем шаг глубже и посмотрим, мы находим удивительную вещь, что в нас заложен вот этот файл, который считывает все как красивое, только то, что построено с учетом золотых пропорций. Понимаете? То есть когда на полотне, на фотографии объекты распределены определенным образом, это еще называют правило третей, да, художники знают это правило, там, фотографы, да, что основной объект не помещается, там, в центр композиции, или еще какие-то принципы, да, там, что мы, когда смотря на это, будем чувствовать какую-то дисгармонию. Мы не будем понимать почему, но мы будем считывать это как некрасиво, да. А если это распределить вот таким определенным образом с учетом золотой пропорции, которая изначально идет вот из этого вот раскручивания Фибоначчи, да, то независимо от того, что пусть он там уже нравится сюжетом или что, или вот этих уже дальше дел, изначально наше сознание считывает это как гармонию. Понимаете? И вот здесь, мне кажется, в этом, вот именно в этом есть такой ключ, да, к тому, что если мы будем видеть, что практически вся природа создана из, на основе вот этих законов, и в нас вложен файл, который позволяет считывать вот это как красиво, то для нас это открывает бесконечный океан красоты, гармонии, любви вокруг себя, который, собственно говоря, мы видим, что уже создан божественными силами и создан таким образом, чтобы мы действительно в нем чувствовали себя очень гармонично, очень счастливо и чувствовали, наверное, вот эту вот божественную любовь, которую Бог и хотел передать через эту красоту, да, как говорится, красота спасет мир. Вот, на мой взгляд, это, в общем-то, главная такая идея того, что может нам дать сакральная геометрия, то есть непосредственное видение божественного присутствия во всем. И тогда каждый ваш, как бы, выход на природу, каждое ваше любование цветком, да, или когда вы видите какие-то другие там фрукты, ананас, шишку, да, там везде, везде на них все это есть, они везде устроены таким образом, да, или идеальное устройство там пчелиных сот, например, лучше организовать это пространство невозможно, чем пчелиные соты. Вы везде видите вот эту гармонию, и тогда вот эта, как бы, непосредственная связь с Творцом, можно сказать, она просто растет и укрепляется. И я бы сказала, что если вы начинаете это видеть и понимать, рождается такое ощущение, что вы с божественными силами все время на телефонной линии, да, то есть у вас и образуется то, что мы можем назвать связью, да, то, что все хотят получить, все хотят получить связь. И для меня это вот такой вне конфессиональный путь, где мы, как бы, людям не из-за чего там делиться на правых, там, левых, кто кому верит, кто как-то, потому что это путь непосредственного видения, непосредственного видения божественного присутствия вот в том мире, в котором мы живем. Вот почему так важно бывать на природе, как советуют все ведические психологи, ну и не только ведические на самом деле, да, потому что обязательно раз в неделю современный человек должен выезжать куда-то на природу, да, и находиться вот именно, гармонизировать свое внутреннее состояние с тем, что мы видим на окружающем. Я, знаете, я всегда знала этот принцип, да, но я никогда не связывала это, вот, например, с акральной геометрией. У меня сейчас вот когда рассказывали, у меня мурашки по коже, я думаю, боже, вот это же так очевидно. Мы, когда приходим на природу, мы видим гармонию этого мира, мы встречаемся вот именно с этой идеальной пропорцией, и поэтому наше состояние изменяется. Да, да, наше состояние гармонизируется автоматически, то есть люди как бы, вот как вы сказали, я тоже этого, ну, в какой-то момент почему-то я стала это понимать, что за этим должны стоять законы. И мне вот эта вот мысль, на эту мысль меня навела именно, конечно, ведическая астрология, потому что тут очевидное присутствие законов, и я просто как бы по логике подумала, что они здесь должны быть, и действительно, ах, они там и оказались, да. Мне еще, например, сложнее, потому что я, ну, не математик, не физик, потому что если лезть немножко дальше в этих науках, эти законы вообще, ну, чисто формулами объяснены, да, то есть ученые об этом знают, они могут подтвердить наличие там тех или иных вот законов именно уже, как сказать, с технической точки зрения, да. Я пока, вот, как сказать, воспринимаю это все образно, но и вот какую-то часть законов удалось, как сказать, расшифровать, и поэтому вот эта наука, как сакральная геометрия, она включает в себя, в общем-то, весь комплекс вот этих законов. Это определенное построение пространства, определенное построение вот этих линий, углов, треугольников, квадратов, пересечений. И вот здесь как раз мы можем вернуться вот к этой теме о символах, да. Вот то, что вы сказали, что каждое духовное направление использует свою символику обязательно. Знаете, тоже очень интересная тема, очень. Тема тоже бесконечная в том плане, что, что бы мы ни взяли, возьмем государство, например, да, у них есть своя атрибутика, флаг, герб, да, возьмем любые духовные учения, у них есть своя, тоже атрибутика, своя геометрия, свои узнаваемые символы. Возьмем какие-то мистические учения, да, закрытые там школы древние, обязательно у них там, да, там розенскрейтеры, масоны, там все эти системы, там такая очень ветвистая символика, да. Я могу вам еще один пример привести. Такой очень, на самом деле, простой, очень жизненный. Я увлекаюсь вышивкой-крестиком, и вот все народные вышивки, да, они содержат элементы сакральной геометрии, вот, потому что все символы, особенно если мы как раз посмотрим вот русскую вышивку, да, народную, или какие-то вот именно славянские направления, когда вышивались рубахи, да, которые содержали в себя всю эту символику, и это все было внутри зашито, как обереги, как охранные. То есть даже народ простой, на самом деле, все это использовал очень давно. Да, да, да. И вот обязательно все национальные культуры имеют эту свою символику, да. И смотрите, эта символика, она же, в принципе, состоит из геометрических форм, да, из каких-то линий, поворотов, разворотов. Эти линии каким-то образом соединяются друг с другом. И вот в этой символике, как правило, зашифрована вот идея данного народа, вообще как бы глобально, о мироустройстве. Кто у них бог, когда он пришел, там, на какой колеснице он ехал, да, какой он свет принес, там, или так далее, так далее. У каждого народа этот миф, он свой, да, вот такой вот основной миф, которого этот народ придерживается и передает, ну, в общем-то, ну, или с помощью сказок, да, там, каких-то мифологических таких повествований, или с помощью геометрических символов. Вот, обязательно, да, это мы можем видеть тоже абсолютно везде. И вот, как вы тоже сказали, это уже вышивается, это как обереги, это всю жизнь присутствовала. И так, собственно говоря, вот этот культурный миф каждого народа, он таким образом и поддерживается, да, через вот эту вот символику. Если мы посмотрим просто даже наш вот обычный материальный мир, мы этот символизм увидим тоже везде, да. Организуется фирма какая-то, или там сообщество, или еще что-то. Первым делом, что делают? Вырабатывают свой какой-то логотип. Для чего? Чтобы был какой-то визуальный символ, чтобы то, что под этим символом стоит, чтобы оно было узнаваемо, да. Ну, вот возьмем, допустим, самое первое, что приходит в голову машины, там, допустим, марки машин. Ну, не будем тут никому, как сказать, никому не отдавать приоритет, любой, какой-то, кому-какую в голову приходит, да. Мерседес. У меня тоже приходит Мерседес, больно красивый символ у него, да, такой гармоничный очень, вот. И смотрите, мы когда смотрим на проезжающие машины, да, ведь мы автоматически что делаем? Мы видим просто символ, да. И мы уже понимаем, за символом нам разворачивается, смотрите, что, да. Как, да, уже, какого рода люди выбирают такие машины? Какого уровня эта машина? Какого класса? Где она собрана, да? Какие заводы за этим стоят? Кто ее изобрел? То есть за каждым символом нам разворачивается целый пласт, как бы раздеполывается, да, целый пласт информации, вот. И этот пласт информации, так бы, представляете, не было бы символа, как бы долго нам надо было рассказывать о том, что такое Мерседес, да. Тут мы значок увидели, поняли, все ясно. И, в принципе, здесь я уже хочу подойти к такой теме, которая, ну, вот, которая, к чему меня уже привела, к рисованию янтер, да, хотя вот изучение символов любого направления, вот, и тех же, вот, то, что вы упомянули, национальных культур, символики национальных культур, это такое интересное занятие, символы действительно есть, и буддийские символы, и древние символы. Например, на древних картинах можно видеть там часто изображения, например, шишки, да, это символика, это речь идет о шишковидной железе там, да, или гранат, или еще что-то. То есть везде вот все, как сказать, шифруется, и шифруется именно определенными символами. Узнаваемый символ инь-ян, да. Ну, в общем, огромное количество этих символов, уж таких духовных символов. И здесь я хочу подойти вот уже к символике, к янтрам. Что такое янтра непосредственно, да, то есть мы можем сказать, что у нас есть разные способы изображения божеств. То есть первый способ, вот один из способов, который я упомянула, это мурти, то есть это статуэтка, и часто вот в Индию люди ездят, привозят эти статуэтки, ставят на алтарь, и ведут уже пуджи перед ними, и так далее, да, то есть там статуэтки Сарасвати, или еще, ну, еще кому там, кто, да, делав уже, как сказать, своих каких-то предпочтений. Есть иконографические изображения. Они приняты вот в христианстве, они приняты тоже в индуизме. Мы можем видеть достаточно большой спектр таких иконографических изображений, и там тоже нет ничего случайного, там полностью атрибутика божества. Одежда, там все-все-все нарисовано согласно определенных правил. И еще один вид, это так называемый архетипическое, универсальное способ изображения, это янтра. И янтра как раз-таки можно сказать, что является символом сакральной геометрии, потому что она использует геометрические фигуры. Вот что здесь интересно, то есть каким образом она действует. Здесь мы можем даже не знать об этом божестве. То есть, допустим, иконографическое изображение, оно может быть полезно человеку, когда вот он хочет любоваться, изучать, рассматривать детали. Но есть, допустим, люди, которые хотят заниматься другим видом медитаций через уже вход в такое, ну, немножко измененное состояние сознания. И вот геометрические формы как раз нам эту возможность дают. Как это можно понять, как это можно почувствовать, что мы через янтры можем почувствовать присутствие божества? Говорится о том, что каждая янтра – это есть вот такое геометрическое изображение одного из божеств. Да, допустим, есть янтра Лакшми, есть янтра Ганеши и так далее. Значит, если вот я советую тому, кто не работал с янтрами, как это можно почувствовать, как это можно понять? То есть, например, возьмем самый простой астрологический символ, там с чего можно начать понять разницу. То есть, некоторые вот спрашивают, да, про то, что вот янтра там действует или не действует, если ее там не Брамин сделал, то не действует и так далее. Немножко попозже я тоже прокомментирую эти вещи, да. Но давайте, допустим, делать практически. То есть, мы получим свой какой-то эмпирический опыт по поводу того, как она работает, да. Возьмите, например, круг. Считается, что вообще изначально самой первой янтрой было изображение Солнца, да, круг Солнца, круг Солнца с точкой внутри, да. И кто занимается астрологией, знает, что вот это символ Солнца. И есть символ еще Луны, да. У Луны символ, которым его графически изображают, это такой полумесяц. Но надо сказать, что полумесяц до конца, в общем-то, не отображает всю идею Луны, потому что Луна у нас бывает в разных фазах, да. И когда мы рисуем вот как символ только месяц, мы рисуем только одну из фаз Луны. И если у нас Луна, например, полная, она выросла, мы можем представить ее тоже в виде как бы полнолуния, да, мы можем нарисовать полный круг, да. То есть Луна, полнолуния, это будет полный круг, но уже без точки внутри. И вот я советую для начинающих, чтобы понять, как действует энергия Янтры, да, сделать две медитации. Возьмите первый круг, ну, большой лист сделайте, круг с точкой, посмотрите на него пять минут, да. Просто спокойно, не надо ничего не думать, не придумывать ничего, просто посмотрите внутрь себя, какие у вас будут ощущения, да. Потом уберите там, передохните несколько минут и поставьте перед собой такой же круг без точки. И просто посмотрите на него. И посмотрите внутри себя и считайте свои ощущения. Вы просто увидите, что они будут совершенно разные. Это вот о том, как влияют на нас геометрические образы. Они влияют независимо от того, знаем мы что-то об этом или не знаем, любим мы это божество и не любим, там есть у нас какие-то с ним отношения или нет, и так далее, да. Очень интересный момент. Я, когда готовила эти занятия, собирала очень большой материал и собирала из интернета разные Янтры, да. И вы знаете, к своему удивлению нашла очень много изображений. Янтры рисуют на стенах, например, да, в каких-то вот там комнатах или еще где-то. Очень много изображений, когда кошки сидят напротив этих Янтр и медитируют. Ну, они просто сидят и смотрят на эти Янтры. Знаете, я была крайне удивлена, но это очень, вот как раз говорит о том, что кошка-то не знает, что это, да, что это изображение какого-то божества. Она считывает прямой архетипический образ, она считывает состояние сознания, понимаете, и она поэтому сидит на него, любуется. Вот удивительные вещи, да. Ну, Янтра, насколько Янтра вообще, вот действительно, вот вы как раз сказали, нарисовал Брамин или нарисовали мы сами, и работает она или не работает. Ну, мы уже, из того, что вы рассказали, я понимаю, что она работает, неважно, Брамин это нарисовал или нет. Хотя, когда ты в Идии, да, тебе там заряжают эти Янтры, ты приходишь, это такие металлические таблички, на которых выгравен рисунок определенный, да, есть такие очень общеизвестные Янтры, есть Янтры планетам, есть Янтры, которые содержат в себе определенные молитвы, тайные знания. Нет, но, тем не менее, мы простые люди, мы простые люди, совсем вот… Да, то есть, конечно, если мы говорим о том, что Янтра – это мощнейший артефакт, да, это очень мощный инструмент, и, конечно, есть правила, которые знает Брамин, да, есть определенное время года, определенный день на кшатра, время, поворот в определенную сторону, то есть, он должен сидеть, допустим, лицом там на север, да, и вот на определенной вот, да, металлической пластинке. Как раз Юпитерианская Янтра у меня, я не знаю, насколько вы, может, хорошо видно, может быть, потом, когда наши слушатели будут смотреть записи, они тоже увидят, тут просто такой рабочим столом, рабочий. Да, 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 у меня тут тоже вот стоит такая, вот тоже, может быть, увидят, это Янтра Девятиграхом, да, вот она. Да, Новограха она называется. Да, Новограха. Вот, и, значит, конечно, если этот инструмент создан таким образом, это очень сильно работающий механизм будет, да, но, как вы говорите, мы все простые люди, у нас не у всех есть доступ, и сейчас, на самом деле, я вам скажу такую вещь, что знание о Янтрах закрыто полностью, никто нам его не дал и не открыл, если уже ведическая астрология пошла, как сказать, вот, ну, народ, да, уже мы можем учиться и так далее, знание о Янтрах никто не открыл. Чуть-чуть к нам вот что-то дошло, да, но это все хранится в храмах, в семьях, в южных храмах, ничего не распространяется, потому что это очень сильный инструмент, действительно. Но, если говорить о том, что место, время, обстоятельства, мы простые люди, да, если мы взяли геометрические формы, да, вот то, что мы возвращаемся к идее сакрального, да, каждый может нарисовать какие-то геометрические формы, это просто будет геометрия. Но если мы ее в своем сознании связываем с высшими силами, если мы приглашаем туда божество, если мы открываем сердце, это становится уже инструментом сакральной геометрии, то есть если мы уже становимся неким инструментом связи, нас, что такое сакральное, высшее, небесное, духовное, потустороннее и так далее, да, хорошо, может быть, это будет не такой сильный инструмент, но, тем не менее, это будет все равно способ медитации, способ нашего контакта, способ нашего разговора с тем божеством, которому мы создаем янтру, и это безусловно, да. И дальше, допустим, если даже мы говорим о том, что, вот я рассказала о круг с точкой, круг без точки, да, янтры обычно состоят там разные геометрические фигуры, треугольники, и, допустим, даже если мы возьмем точно так же, сделаем медитацию на восходящий треугольник, да, это называется Шива-Кона, восходящий треугольник, помедитируем на него, мы увидим вот эту мужскую энергию восходящую, да, то есть стабильность, защита, твердость, устойчивость, мужской фактор, это треугольник Шивы, да, а, допустим, возьмем нисходящий углом и посмотрим на него, также помедитируем, что мы увидим? Неустойчивость, нестабильность, да, возможность завалиться туда-сюда, это Шива-Кона, это женская нисходящая энергия, и вот интересный такой символ, который очень часто используется в янтрах, это пересечение, такое гармоничное пересечение восходящего-нисходящего треугольника, это называется Шат-Кона, Шат-Кона, она и есть символ гармонии, мы можем ее знать как звезду Давида или как шестигранник, вылетела из головы, как в геометрии называется, но неважно, вот, то есть и здесь опять-таки, да, к разговору о том, как действует или янтра или не действует, если это геометрические символы, на которые мы смотрим, и мы сразу считываем внутри себя разные состояния, то, конечно, мы должны понимать, что вот общая картина, созданная из вот этих геометрических фигур, будет определенным образом воздействовать наше сознание. Очень часто не все, конечно, янтры, но большинство янтры, они геометрически равные, да, то есть перенося это на нас, что это получается? Они нам балансируют левое-правое полушария, да, то есть логическое и абстрактное, инь-ян, иду-пингалу, да, и, как говорится, если человек гармонично может сбалансировать две свои части, вот эту вот мужскую и женскую, да, логическую и абстрактную, то есть такое выражение, что рождается что? Рождается дао, рождается путь, рождается понимание. Поэтому, конечно, эти янтры и можно использовать, и нужно использовать. Единственное, я не советую людям, которые будут их, вот, изготавливать, я не советую, и сама я этого не делаю, туда вписывать мантры, да, сама я этого не делаю по той простой причине, что я, к сожалению, не успеваю заняться такой вещью, как изучение санскрита, и поэтому я не могу сказать, что я могу это сделать авторитетно, авторитетно, а интернет пестрит ошибками и придуманными какими-то вещами и так далее, да, то есть я считаю, если вы не специалист в области, вот, санскрита, правильное написание мантр, то все-таки лучше или от этого уйти, или уже вписывать туда вот эти мантры, только если вы действительно уверены, что вы это сделаете правильно, да. Но если вы создаете просто геометрическую фигуру, если вы ее раскрашиваете тем цветом, который, как сказать, изначально принят в янтре, посвященной вот определенному божеству, и потом вы медитируете на нее, читая мантру, посвященному божеству, да, вы создадите очень хороший механизм, который не будет опасным. Вот эти вот треугольники, вписанные друг в друга, гексограммы они называются. Да, на самом деле самая простая, да, янтра, которую мы можем нарисовать, каждый может нарисовать и, в общем-то, уже на нее начать медитировать. Да, это уже один из очень распространенных, в общем-то, на Земле символов, да, вот эта гексограмма. Вы сказали о цветах, да, то есть не случайные какие-то цвета используются, да, все-таки нужно иметь какое-то представление об этом. Да, нужно иметь представление. Вы знаете, к сожалению, достаточно малое количество янтр описано по цветам, да, например, хорошо описано по цветам ганеши янтра, лакшми янтра, дурга янтра, есть описаны по цветам сарасвати янтра, есть такое понятие, как 10 махавидий, 10 энергий, женских энергий, да, и там, по-моему, вот несколько янтри, пора сундари, там, ну вот некоторые янтры там тоже описаны по цветам, они узнаваемые, есть описание, есть такая книжка, по-моему, Хари Шаджахари, вот он пишет об этом и пишет о геометрии янтр, как их строить, как их создавать и так далее. Да, у меня даже она есть, правда, на английском эта книжка, вот она у меня как раз есть, Хари Шаджахари, да, как раз про янтри. И я хотела, у нас уже совсем чуть-чуть времени, такая беседа, я даже не заметила, как час этот пролетел, вот есть такая, я когда была в Индии, нам сказали, что всем, даже если вы не знаете, какие янтри вам нужны, да, как бы индивидуально по вашей натальной карте, то хорошо иметь дома Шри Янтру, да, вот по-любому, потому что она такая одна из самых универсальных. Да, нет, почему? Шри Янтра действительно считается королевой янтры. Шри Янтра уникальный инструмент, я, в принципе, к Шри Янтре еще даже не подошла, еще даже не прикасаясь, да, там удивительно, вы на нее, когда смотрите, она абсолютно геометрична, да, но количество восходящих и нисходящих треугольников у нее разное, представляете, она колоссально сложным образом построена, в ней все пространства, в ней все грахи, углы там, да, где расположены грахи, это считается, в Шри Янтре описано все наше мироздание, так же, как вот в другом символе цветки жизни, да, Шри Янтра, королева Янтр, и вот такие направления, например, которые работают с энергией, да, то есть у нас сознание – это Шива, энергия – это шахты, да, так называемые шахты, кто поклоняется вот женской божественной энергии, они работают как раз, это их главный инструмент Шри Янтра, поэтому это, да, действительно, это уникальный инструмент. А скажите, Наташа, вот как вы считаете, если мы, ну, мы себя всегда недооцениваем, да, и вот сами не нарисуем, а можно ли использовать какие-то изображения вот из интернета, мы там нашли что-то, там у вас, допустим, спросили, да, проконсультировали, ну, распечатали и себе повесили, чтобы смотреть, работает это, не работает? Ну, вы знаете как, ну, вы таким путем идите, нашли из интернета, открыли Хари Шаджа Хари, да, потом еще есть, вот вылетела из главы, еще одна книжка есть, ну, в общем, спросили еще там у кого-то, то есть навели справки со всех сторон и поняли, например, что, ну, что-то вы правильное выбрали, да. Ну, вот я могу еще показать одну книжечку, наверняка она у вас есть, энциклопедия Янтер, это книга Матвеева Неаполитанского, да, если для русскоязычной аудитории, то она, наверное, тоже наиболее полная и наиболее как раз, ну, информативная. Информативная, вот еще у него книга есть еще одна по сакральной геометрии, тоже этого же автора Неаполитанского, поэтому кто интересуется этой темой, очень широко, с разных сторон, видите, тут и изображение разных храмов, да, то есть что это такое, если мы посмотрим вид сверху, мы увидим Янтеру, да, ну, или скорее даже мандалу мы увидим, то есть мандалы такие, много кругов концентрических или много таких прямоугольников, что это? Это вид сверху на храм, да, получается мандала, получается дворец. А что входит в другое, что мандала или янтра, что первично, янтра, да? Вы знаете, если в двух словах, янтра посвящена одному божеству, то есть янтра, лакшми, там, ганеши, мандала, это скорее описание уже какой-то локи, да, какого-то пространства, поэтому там распределены божества, их силы, влияния, то есть в принципе это более широкое устройство такого, так сказать, космоса, да, может быть под разным углом там или, ну, это более, некое более масштабное изображение такое, да. То есть мандала в себя может включать большое количество янтар? Да, да, да. И поэтому это будет… Вот, и если вот подойти к той теме, что вы уже все-таки что-то нашли, я вам советую, нарисуйте сами, не распечатывайте из интернета, посвятите ему какое-то время, вы получите невероятное внутреннее ощущение, вдохновение, потому что вот на этих занятиях, которые я провожу, люди испытывают такое состояние вдохновения и причастности к вот, ну, к божеству, к высшим силам, к вселенной, не знаю, то есть к другим энергиям, что, ну, как бы результат и пользу от этого сложно переоценить. Это будет совсем другой уровень ваших отношений с этим инструментом, нежели бы его просто распечатываете. Спасибо огромное. Я невероятно вдохновлена нашей беседой. Это даже, скорее, я… Мне даже ничего не надо было говорить, потому что я так тут свои пять копеек периодически вставляла, чтобы не забывать, что вы меня чувствовали, да. Я благодарю вас. У нас в гостях была Наталья Звигельская, астролог и преподаватель сакральной геометрии и астрологии из Риги и очень невероятно глубокая и важная тема. И мне кажется, что из нашей передачи можно сделать вывод однозначно, что изучайте сакральную геометрию. Это знание божественное. Даже если вы сомневаетесь в каких-то своих конфессиональных предпочтениях, то это как раз то самое, что даст вам освобождение и даст вам понимание мироустройства. Спасибо огромное, Наташа. Я бесконечно вам признательна и благодарна. Очень интересно. И спасибо, что вы согласились принять участие в нашей программе. И хочу напомнить, что мы выходим в эфир по четвергам на интернет-радио «Сангейтс» в 9 часов по времени Сан-Франциско, откуда я выхожу с вами в эфир, в 19.00 по московскому времени и 11 часов по времени Чикаго. Очень жаль, что у нас так мало времени, потому что мы могли бы еще говорить и говорить. Говорить и говорить, да. И это, конечно, не один раз на эту беседу. Если Наталья, когда вернется из Индии, мы ее еще раз позовем, она нам расскажет про интересные свои места и поездки. Я надеюсь, вам наш опыт понравился. Да, очень. Спасибо еще раз. И до новых встреч, до следующего четверга. До свидания, Наталья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова